Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешного. Номер 311. Событие дня. Притча Соломона 16.7. Когда Господу угодно пути человек, он и врагов его примеряет с ним. За 18 октября 2016 года. Вот иногда по частям приходится разбираться. Ну, угодно мои пути или не угодно? Ну, как узнать? А везде дается какой-то маленький просвет. Он и врагов его примеряет с ним. Понимаете как? Ну, когда сажают, это же не друзья сажают. Я близко был знаком с отцом Дмитрием Дудко. Он 7 лет, кажется, до этого отбывал. С Глебом Якуниным тоже в якутских лагерях. С Зоей Крахмальниковой. Ну, то есть всех, кого знаю. Саша Огородников. Это я, который встречался, беседовал. Сашу Огородникову я не записал. И я спрашиваю, у вас было такое? Даже не слыхали. Ну, а такое вот, когда вы освободились, и теперь, чтобы судья, который вас судил, приезжал к вам на дом, вы беседовали. Да никогда. А следователь, чтобы мы на прогулки после этого ходили, он к тебе на работу заезжал. Да ни у кого не было этого. Я у баптистов сколько разговаривал, которых сажали, ни у одного. Да что, их пути не угодны Господу, не знаю я, но это один из признаков. Врагов примеряет с ним. Ну, представьте, вот судья. Встречаемся. Он говорит, ну, вот, видите, ваши пленки. Вот нашли. Вот мы тогда были, я судил, Макар Владимир Александрович, в арбитражном суде города Барнаула, Алтайского края. После этого работал. Меня судил Краевой суд. 1986 год, август месяц. Ну, я буду в суд. Ну, где мы еще брали, говорит. Ну, вот, тайник. Ну, диван и тайник. Ну, какой же в диване. И показывает, там рядом лежит коробок, чтобы с ним видно было, какого размера катушка. Катушка на 375 метров. Ну, уже смешно просто так. Я говорю, ну, уже судили. Судили, ну, вот, видишь, вот, вроде заставляли там. И человек-то хороший, улыбчивый такой, такой вид у него. Вот и все. Следователь, тогда был Пичугов, Виталий Николаевич. Городская прокуратура. Вот в этом здании он был. На Красноармейском проспекте. Вокзал недалеко. Ну, на работу ко мне приходил. А у меня стояла тайна запись. Я сделал так, там коврик, я ногой нажимал. И включался магнитофон. Магнитофон 309. Ну, такой, что записывал. Он у меня стоит сейчас еще. На батарейках работал. А я на работе, он подключен был. И вот он пришел. Видно, маленько на веселе. И вот я, вот, сколько нас тут разных следователей-то. Никому, Игнатий Тихоневич, вас не доверили. А мне? То есть я чего-то стою. И так мы хорошо поговорили, что он пошел и свой кейс, этот чемоданчик забыл-то. А там и дело какое-то было и прочее. Книги мои приобретали. Вот у меня КГБ Никулин Юрий Михайлович. Он пошел на пенсию, на полковник был. Интеллигент. Вот вы хвалите их. Ну, ничего хвалю. Я просто говорю биографию. От меня похвалы и ничего не дадут. Ну, тем более, он уже умер. Вот. Он ко мне приезжал сюда. Покупал книги. Он курировал меня. Первый арест в 80-м году был. Он приехал в тюрьму на машине. Меня вывезти оттуда. Привез домой. Я встал тоже молиться. И он говорит, я вашей матери обещал, что я верну вас из тюрьмы. Я выполнил свое слово. Это я... Ну, у кого было так? Чтобы сотрудник такого большого чина, и он приезжал на своей Волге, на государственной, со следователем вместе, и меня домой бы привезли. А я ни в чем не уступил, как был. Поэтому основание какое-то. И даже я бы мог не говорить это. А когда я говорю, о, да вы сотрудник были. Ну, что сотрудник-то? После этого-то я осужден был и пошел в лагерь. Врагов его примеряет с ним. Да, они были враждебные. Подгорная Надежда Ивановна, кандидат наук, наверное, в медицинском институте преподавала. И они экспертами были. У меня 12 экспертов было. Кандидаты там, какие звания. Всех не знаю. 12. По разным городам. Материалы, потому что. Материалы, которые я начитывал. Определите их. Ну, я брал интервью у репрессированных. Раскулаченных. Я могу назвать все имена. Новикова, это Конева, Мария Евлампевна. Это все в 12 томе открытым оком есть. Их в аудио записано. Емщукова Ксения Ивановна. Жена расстрелянного директора. Черемновского сахарного завода. Там вот эти. И вот она. На суде говорили, никакого раскулачивания не было. А когда встретился, я пошел всех искать их. Она говорит, было. У меня, говорит, там еды раскулаченные были. Ну, а как же вы говорили, что не было? Получали деньги. Ну, это все уже. Я к тому говорю, врагов примерять с ними. А такие, чтобы я где-то вернулся и оставались врагами, нету. И даже которые были вот в общине бунтовали, они не враги. И даже встречаются, улыбаются, приходят. Ну, как здесь даже в интернете кто-то выступил. Как-то у них так получается, что даже этот человек ушел, на него говорил, а ему тут дают, ну, на нашем форуме выступать. А то что? Она просится сюда. Вот она пошла. Надо глядеть за ней. Ну и дальше. Примеряясь с ним. Пути угодны Богу. Угодны Богу Господу. Когда будет. По этому признаку я легко определяю. Где угодно, не угодно. А если бы все были против вас. Не было этого. Не было. Даже которые восставали, самые такие. Сильно восставали, как благощинные здесь был. Войтович, отец Николай Павлович. И он тоже примиренный, приезжал меня в тюрьме, прищищал. Да не вменит ему Бог все, что он делал против, где клеветал на меня. Одним этим делом. У нас полное примирение было. Это все, которые слушают священники, это хорошо знают. То есть вот так, чтобы у тебя враги есть, у меня врагов нет. То есть они, может быть, думают, сейчас какие-то нападают разные, там где-то, Филадеев. Ну какой он враг-то, пустомеля. Никакого там врага и нет. Я молюсь за него, и он уже не враг. И поэтому пути мои угодны Господу. Потому что я себе не ищу ничего. А у него в комнате там беспорядок, там говорят. Какой беспорядок? Я вот взял, вытащил, лежит в лапановом мешочке большое увлечительное стекло. Ну я не убрал мешочек. Ну что это? Вот лежат наушники, котенок грызет, я заложил. Да, а какой беспорядок? Какой? Порядок, все выметено. Я пылинки все собираю буквально. Я просто попутно говорю. И поэтому некоторые враждуют ни из-за чего. Потому что они такие, там называют тролли, флудеры, лезут, хакеры. Ну дело божие. И вот ролик посмотреть предлагается. Так он называется. По-русски заглядите в ютубе. Посвящается всем ушедшим из православной церкви. Это Михаил Кальмаев составил из моих роликов. И далее для женщин. Потому что у меня 25 процентов. В основном так, примерно 25 на ютубе. А 75 мужчины посещают. Я покажу потом. Сирахам 40.2.14. Считайте. Лучше злой мужчина, нежели ласковая женщина. Женщина, которая стыдит до поношения. Вот какой был Аарон. Там отступил. Вылили идола этого. Но он не стыдил Моисея. А Мариам стыдил. И Бог ее сразу покрыл проказой. Женщины, абсолютно большинстве, они духовно прокаженные. Мужчины дают повод к этому, конечно. Она претендует всю жизнь на главенство. Это еще в районе. Я первое дала. Вот если бы дьявол начал судить. А когда судят, там люди по-другому себя ведут. Допустим, судья прокурор там или кто судит. Срок дает. Дьявол судил бы. Адам с Евой начал судить. То Ева, конечно, могла бы сказать. Но я же первая тебя послушала. Я, а он-то за мной. То есть вот эта претензия господства так и осталась. Она как сосуд дьявола. Пока не обратится к Богу. Через нее все мы погибаем. Через нее все мы умираем. Мы считаем уезеры. Женщина. Нашел я, экресиаз говорит, то есть Соломон. Что горше смерти женщина. Да. Смерть или православие там разное. Везде кошелек или смерть. Ну, разные слова. Смерть, то есть показывает безвыходность. Нет. И что Каменский говорит, то только умрет она. Или там, ну, развод-то не дозволяется, кроме смерти. Тут же бежит на базар, опять ищет. И опять сковывает, сковывает. И нельзя разойтись. Вот оковы и есть. Сердце силки. Как она обнимет, не вырвется. А руки ее оковы. Добрый перед Богом спасется от нее. А грешник уловлен будет ей. Вот теперь определяй, кто добрый перед Богом. Опять же, добрый. Вот, понимаете, есть такие признаки, по которым можно определить. Вот начнешь говорить, вот у старобрядцев это наблюдается. Если после крещения крестятся у них в основном, ну, почти 100%. Только пришедшие вновь, которые нет. Дети крестятся там в восьмидневном возрасте. Ну, как положено у православных-то. Я говорю, а что ты не священник? Ты петь умеешь и все. Да ты бы, Владимир уж давно был священником. Да, вот, не сохранил себя. Ну, то есть, испортил девку, где-то бросил, а теперь хорохорится и всю жизнь. Вот и все. Как у Фадеева написано в разгроме, чем он занимался. А вот говорит, то, другое. Я и портил деревенских девок. Ну, она из дома-то не вылазила бы, никто не портил. И вот женщина. Аполлос говорил, страшнее греха блуда ничего нету. Я написал стихотворение. И ум мой блудом не источен, по-прежнему острый. Наказ матери меня сохранил от этого. Добрый пред Богом спасется от нее. В эллибризости не такой же я был. Посмотри, вот в мой мир зайди. И Бог спас. Страх Божий был. Страх. Я всякие варианты проигрывал. А вот не на необитаемом острове, и вдруг там какая-то, казалось бы, туземка заброшена. Стал бы жить с ней. Решительно отвечал, нет. Ночевал бы на горшине пальмы, но к ней не прикоснулся. Вот страх такой был. А если я умру в этот момент? Нет. А представь, когда мне 20 лет всего только было. Добрый? Да добрый, не добрый, я об этом не думал. Страх Божий. А тут написано, Соломон говорит, добрый. А самый добрый был, да какой? Добрый. Казнил налево-направо и не мог спастись. Да не будет у тебя много женщин, не наживай много богатства. Это же было сказано евреям-то. Соломон все это подряд топтал. Идолов завел. Женщины его покорили. И Хамасу построил там храм. Безумие полное. А теперь откудаудные рва оброждаются. Свой разум проблудил. Ну а теперь дальше уже. Его церковь не канонизировала. Ни одного Соломона у русских нет. У евреев там они. Ну это евреи. Может быть Соломон. Соломоновна. Грешник уловлен будет и она ловит. Вот притча седьмая глава. Как она сидит, как расставляет. Все готово, чтобы стрела влетела. Колчан открытый. Ну посмотри, как они везде. Играет когда теннис или что бегает там. У них ничего нет. Все открыто. Не платья, ничего нет. И даже самого маленького нет. У голого. Шарапова там прыгает. То есть эти гомосексуалисты. Садомиты проклятые. Богоненавистные. Это они все устраивают. Это платье разрезанное. Форма-то стягивает. Шагнуть не может, чтобы она подол поднимала. Разбратники. Самые грешные люди. Какие есть, наверное. И 1 Тимофеев. 2.12 для христиан. Учить жене не позволяю. Не позволяю. Но я лучше знаю. Не позволяю. Да я генерал. Он не претер. Не позволяю. Не властвовать над мужем. Но быть безмолвие. Ни одного слова. И не означает, что руками там маяща где-то. Склонила голову. Все. Сказал испечь пирог. Испекла. Сказал выбросила свиньям. Пошла выбросила. Все. Полное послушание. Абсолютное послушание. Интересно. В советское время раскрепостили женщин. И мужу она равна. И куда? На трактор. А ее там трясет. И они все бесплодные. Это сегодня уже все показано. В шахте. Женщина в шахте. Равная. В космос ее затолкали. Зачем она там нужна? Не знали, как аппарат пристроить. Мужчина-то как? Ему любую бутылку там пристроили. А женщина никак. И они долго там... Я считал про это. С этой стережковой сколько. Там вся как перемощилась там. Так или не так. Бог его знает. Ну, главное женщина. Слабый, утлый сосуд. Надо беречь ее, а не толкать. Равна мужчина. Она ни в чем не равна. Исследования сколько были? На 25% она глупее мужчины. Меньше у нее разума. Даже замуж, которая не выходила. Ну, так. Ну, бывает отдельно. Это Маргарет Тэтчер, которая... Да и она опять же советники хорошие. Может быть. Михаил Кальмаев пишет. Игнать Ильич, ролик о вашей вере. Ну, и о моей, конечно. О вашей вере. Вот впереди которой. На четвертой минуте, на 70 секунд. Вы говорите. Я православный. Вот эти слова я и поставил в название ролика. Потому что я тоже православный. Но я эти слова отнес к Михаилу. А видеоролик посвящается всем ушедшим из православной церкви. Я православный может использовать как свой личный. Как посчитаете, нужен, так и делаете. Ну, мой и есть. Он только составил. А там ни одного кадра нет. Все из моих роликов. Юрий Соболев. Мир вам, Игнать Ильич. Тихонович, рад видеть вас снова в скайповом эфире. Сегодня на утренней молитве такая мысль пришла. А с ней вопрос. Если все писание Бога духовновенно, то и разуметь его должно духом. Для чего и поставил Бог учителей церкви. Если же святые, сирище учителя, истолковали слово духом, то и молитвы, их тоже надо разуметь, были сподвигнуты к изречению духом. Вопрос. Как же нам воспринять некие неудобно разумительные молитвенные речевые обороты, как явный пример молитвы Богородицы? Я православный христианин. Все молитвы принимаю, как есть. Но вопрос остается. Может быть, нужно нам православным специальное истолкование экзегеза этих молитв? Чтобы мысль не запиналась на них, а приемле духовное объяснение, благоговейное и беспрепятственно, была обращена ко Христу. Мысль о том, что в молитвах дух иной и допускать не смею. Спаси Христос. Понимаете, вот он пишет Юрий столько, небольшое, сжатое, но столько надо долго отвечать. Я так и отвечаю. Он преподает в университете, в академии, в Красноярской государственных учреждениях и в епархии занятия ведет. О молитвах истолковать, и даже литургия проще дать, как вот я прошел, во свете Библии посмотреть. Я жития святых, 12 томов, и все это у меня стоит во свете Библии, 7-8 том, открытый боком. У меня не было так, чтобы я где-то не отвечал. Даже в одном только университете, в одном только, я одновременно в пяти университетах вел занятия. 18 лет вел. И не было ни одного вопроса, подкинутого мне. Ну, то есть в писанном виде записки на кафедру шли, на которые бы я отказался отвечать. Тут отказываюсь. Вот то место, куда вход мне запрещен. А кто сказал? Внутром чувствую. Вот молитвы, отдельные какие-то, утренние вечерние, которые мне доверены, я могу показать, рассказать, о чем там говорится. Ну, тут это большая мысль, отдельные молитвы. Какие они глубокие, как Феофан Затворник говорит. Там все есть, все, но они непонятны. А как Божьей Матери тогда так? Это отдельно у меня материалы есть. В втором томе открытый боком. Беседа с сектантами. Это протестанты, разницы нет. И вот почему мы к ней обращаемся. Это там надо прочитать. Мысль не запиналась. У меня все это отречено. Я объясняю где. Ко Христу. Вот я так и понимаю, это составлено. А литургии проще никогда не касался и не коснусь. У меня есть такие табу где-то. Это я никогда не трогаю, не задеваю. Я чтец имею право ходить в алтарь. Я не захожу. Просто не захожу. Когда архиерей бывает, приезжает, тогда просто необходимо зайти, благословиться внутрь, так принято, с Библией в руках. Ну, так, заранее уже батюшка предупреждает, архиерей знает, тогда я шагну. Я благоговею перед этим. В алтарь не захожу никогда. Вообще не захожу. Вот. Тут у меня правила такие. Я их не касаюсь. Я никогда не спорил с католиками. об исхождении Духа Святого. Табу. Никогда. Доказывать что-то где-то можно. Показывать места Писания здесь нет. Вот. Или с католиками спорят, там 5, 5, они крестятся. Православные сразу. Лопатой. Лопатой молятся. Лопатой. Я говорю, внешне это самое правильное. Не новая обрядца, не старая обрядца. До конца не понимают, что у нас в сложении пальцев, я так молюсь, двойное. Два пальца-то. Бога человечества. На кресте умирал человек, не Бог. Человечество. А потому что божество бесстрастное, говорит Иоанн Златоуст. А католикам 5 ран, которые нанесли ему. То есть у них все объяснимо. И правильно. Я никогда. А при мате папса, тут я бы легко докажу. Это неприемлемо никак. Даже разговаривать не будем. То есть, определенно где. Я не пожалел. 54 года, это не два дня, я встречаюсь с разного рода людьми. Вот с сектантами, протестантами на любую тему беседовать. С католиками нет. У меня с Эфиопой бесед не было, с сирийцами не было. Поэтому, я думаю, одно и то же. Близко. Вот. Вчера одна душа мне и говорит. А я знаю, что у нее излишний вес. И она говорит, что-то так не домогаю. Полная такая. А об этом не говорит полная. Это отношение-то хорошее. Ну, а я пишу. Тогда, дескать, вот что-то поесть надо мне. Или что-то там вот. Ну, врачи говорят, вот дают. Оно не помогает. Тогда я взял старосветские помещики Николая Гоголя. Он говорит, ну, муж встает и говорит. Бог его знает, Пульхель Ивановна. Так, как будто немного живот болит, говорит Афанасий Иванович. Она ему. А не лучше ли вам чего-нибудь съесть, Афанасий Иванович? Не знаю, будет ли оно хорошо, Пульхель Ивановна. Впрочем, чего же бы такого съесть? Кислого муночка или жиденького взвару с сушеными грушами? Пожалуй, разве как только попробовать, говорил Афанасий Иванович. Сонная девка отправлялась рыться по шкапам, и Афанасий Иванович съедал тарелочку, после чего он обыкновенно говорил. Теперь как будто сделалось легче. У меня пришел знакомый меня, Саша Александр Дмитриевич Долгов. А здоровый, крепкий, ну просто дуб. Вот сильно-сильно напоминает у меня знакомый. Здесь есть сейчас Михаил. Вот такого примерно. Богатырь настоящий. На бульдозере американском. Как это пилар или как он называет? Сотовый. Я неправильно называю, может. Зашел, все говорит. Началось. Не знали давление. Ну, это проверка. Сестра проверяет. Потому что она не дома, поэтому не взводит. И, значит, она у больной ежурится. Я уже знаю, Татьяна Капустина. Все-то она долго взводит. Слава Иисусу Христу! Слава Иисусу Христу! Так. Дальше. Я ей говорю, ай, ах, пухленькая сестра! Не попастится ли вам эдак с месяц хотя бы? Может быть, и полегчает. Не пить и не есть волю, а перейти на нашу галактическую диету нашего православного детского лагеря Старна для полных плотью и тощих духом. Один сухарь и стакан компота неизволите ли? И ничего более! На питательные знаки я и налепил-то. И показал, кто такое, почему она галактическая. Это наш лагерь в честь Климента Анкирска. Он в Галатии был. День 23 января. По старому стилю, по новому 6 февраля. Климент Анкирский. Выдержка. В это время был великий голод в Галатии. Вот откуда. И счастливые язычники бросали детей своих при дорогах, так как не имели, чем питать их, и сами умирали от голода. Тогда с любовью святой Климент собирал тех детей в дом Софии, второй своей матери. Мать своя умерла. И питал их от ее достатков. Одевал, учил и приводил их к святому крещению. Таким образом, он сделал дом Софии воспитательным приютом и училищем. А сама она стала матерью по Боге для многих детей, гораздо лучше, чем их матери по плоти. Ибо она рождала их духовно, воспитывая в христианской вере. Вот что такое галактическое. То есть диета. У меня дети некоторые пухленькие бывают, и добровольно садятся на скамейку, им приносят, ты выбирай сухарь, но они глядят, где больше сухаря. И кружку компоту. Все на этом. И проходит неделю-две, он другой уже делается-то. А некоторые не выдерживают. Смотришь дня через три за стол садиться. А я их ни туда не сажаю, на скамейку напротив стола. Ни за стол. То есть, вот я рассказал, а ты как хочешь. О, это деспотизм, садизм. Вот когда сказала, а где же ювенальная юстиция на Климента-то этого? Отнять детей, отдать кому-то. Куда она делась? Теперь я пишу. А то жирные люди стали. Иуда 1, 2, 12. Без страха уточняют себя. Вот это жир лишний-то. Псалом 72, 7. Выкатились от жира глаза, их броют помыслы в сердце. То есть, какие помыслы? Ну, ищет, чтобы грелка под боком лежала. Бытие 41, 4. И сели коровы худые, видом и тощие плотью, семь коров хороших, видом и тучным. То есть, они всех сжирают. Яглон же был человек очень тучный. Второзаконие. То есть, Бог это осуждает. О! И уточнел Израиль, и стал упрям, уточнел, отолстел и разжирел. И оставил он Бога, создавшего его, и презрел твердыню спасения своего. И 1 Петра 4, 3. Ибо довольны, что вы в прошедшее время жизни поступали по воле языческой, какой? Предаваясь нечистотам, похотям, мужеложеству, скотоложеству, помыслам, пьянству, излишеству в пище. Вот это и прыгаешь, чтобы прямо по этому. Ну, что это такое? Нехорошо это. Вот, и сбил у меня тут, хороший считал. Вот. Помыслам, пьянству, излишеству в пище, в питье, и нелепо мы дал служение. Излишество в пище, это не одобряется. Это в Новом Завете, 1 Петра. И Лука, 21, 34. Господь говорит, смотрите за собою, за собою, чтобы сердца ваши не отягчались объедением, буквальным объедением. Вот это мясо все, свинину жрут, и пьянством, и заботами житейскими. И чтобы и день тот не постиг вас внезапно. Вот у меня книга есть, к истинному православию. Еще делают. Тренирует ее, как бороться правильно. Отдельно. Избави нас, Господи. Отдельно от объедения, отдельно статья от пьянства, отдельно от забот житейских. Исаия, 56, 10, 12. Стражи слепы, то есть они священники, как говорится, они слепцы, многие, и невежды, не хотят ничему поучаться. Все они немые псы, немогущие лаять, бредящие лежа, любящие спать. Это псы, то есть собаки, жадные душою, не знающие сытости, толстые такие, страшно смотреть. Это пасты бессмысленные. Все смотрят на свою дорогу, каждый до последнего на свою корысть. Вот на дороге, на распутье стоит, кому машину осветить, не успел сделать, уже хлопнулся. Вот об объедении, вот она мне сказала, болеет им, и ноги болеют, и все. А я, видите, сколько мест сказал. Показал, что такое объедение, как оно вредно. Ну и сразу показать, какие у нас ресурсы. О! Вышел, это наш, мой мир, ресурсы. Никита Колесников вышел из Потеряевки. Вот, что он там пишет? Вот. Лампочки возьмем, а тыкву уже забрали. А я ему написал, где-то вверху, на тестомесе, или на балерине, это у меня сооружение трехэтажное, есть много электрических лампочек, пришлите нам с Игорем, штук 10-20. Когда я ему написал, вчера Игорь был, ничего не привез. На Саманном наши тыквы и картошка могут замерзнуть, перенеси бы их к себе под кровать или как-то сюда переслать. Гороху ничего не доспеется, быть может, с Витей решить ее это. И вот он про это ответил. Про голубей ни слова. в Алтайской правде, это наша краевая газета, большая была статья, у злого человека голуби не водятся. Вот интересная статья Наталья Сохарева, лауреат там премии губернаторской, Потеряевкин один раз была. Она пишет не про меня, а про другого. У злого человека голуби не водятся. И вот я тогда, ну то есть такие, которые, я спросил, а у старобрядцев бывают голуби-то? И во всей стране не нашли. У одного, говорит, нашли в Красноярске, но недавно от Никоньян пришел к ним с голубями. Вот игиловцы, они запретили голубей разводить. Вот почему? Точно подмечено, у злого не водятся. А у меня три голубятни, и в доме даже голубятня. Посмотри вон где. Покажи. Вот еще маленько, я уже заведу парочку, чтобы утром варковали. Вот на меня что говорят, я еще раз показываю. Примеряют врагов с ним, а дальше голуби. Так это я с шести лет уже вожусь с ними. когда познакомился. И дальше я показываю наши ресурсы. Второе, это православный форум. Полторы тысячи, 1592 темы. Заходите, приглашаем. Здесь ответ на все. Вот здесь вот новое сообщение надо нажать, вот под храмом. Это всегда будете на первой странице. И поиск общий. Не по темам, общий. И дальше в рамочку любое слово заведите там, что вам надо, что. И там и найдете. Деревня, мусульмане там, ислам, христианство, патриархия, что угодно. Ну и наш большой православный видеоканал. Я не знаю сейчас сколько здесь. Ну примерно 5800 роликов. Видите, хорошие ролики. Люди приходят. Вот скажу только подписчиков 5113. А просмотров 4 миллиона 152 тысячи 288 просмотров. Вот сегодня я поставил 9 роликов сразу. Поставил. Ну а что поставить-то? Сейчас посмотрю вот какое посещение. События 1 час назад 59 просмотров. За 3000 как правило редко где заваливаются. 2220 больше. Ну вот как только проход, какие замки вот здесь можно посмотреть. Это которые скоро будут сняты. Ставлю не я, загружаю не я. И это вот видите, сколько еще новое. Это не все. Вот эти, которые прошли, которые по опять, вот сколько роликов уже загружены, которые загружены, готовы. И события дня, меняю. Ну и самое, можно сказать, ценные у нас, это православный библейский сайт во свете Библии. И самое ценное, самое-самое, это вопросы и ответы. 4124 разбитые на 55 папок. Я не претендовал, чтобы составлять. Меня просили составить. А я говорил, умру, кто-то займется, может быть, потому что вопросы трудно искать. Но так получилось, был образован сайт и самому пришлось 41 тумб, это из моих же книг взято, разбить. Это не просто было, но все это уже сделано позади. Просто здесь сказать сейчас, что Володя у меня работает в городе, Никита в деревне, там вчера Игорь приезжал тут, а я все сижу в свободное время. Ну что, молитва? Молитва семь раз в день, семикратно в день дави, тут не надо ничего здесь скрывать, показывать. И смотрю новые ролики, сколько смотрю. Меня интересует кончина людей, как умирал вот Брежнев, Хрущев, по порядку всех смотрю, вот Абдулов, как, что у них было, какие были мысли. Ну, по порядку, там, Толкунова, дальше, вот самые, которые такие известные люди, много-много, я все смотрю и смотрю, опыт накапливаю из них, и как мне их жалко. А тут рядом развлекательный дом был, и директор большой-большой комплекс построил, и летом, видимо, умер, и летом наша благодетельница Валентина Николаевна Авраменко погибла в автокатастрофе. Вчера я тут зарядил, узнать, некоторые даже, может быть, не знают, я сейчас скажу, можно даже узнать. Я немножко выписал. Ну, сколько людей, вот. Машины в мире в 2016 году свыше миллиарда, свыше миллиарда. И дальше. Самолетов ежедневно вылетает около 50 тысяч, поднимаются и садятся. 20 миллионов рейсов в год. Ежедневно, ежедневно более 3 миллионов в воздухе. вот сколько есть. Каждые 2 секунды взлет и посадка. Каждые 2 секунды. Ежедневно в мире рождается 365 тысяч детей. Ну, и дальше. Сколько самоубийства, сколько автокатастрофов, все статистика нам дает. Меня интересует смерть. Сколько? 40 тысяч умирает от голода. То есть, меньше стало. Было больше. Намного меньше стало, чем раньше было. Почему? Помогает. Я в Америке был и понимает, греховно все там это, и масонство, но сколько же, говорит, доброты они делают, и Бог ее терпит. Вот туда-то, туда-то и везут не машинами, а кораблями. А корабль это несколько составов. Составов. Масло, сгущенку. Я был, видел это. Видел в скаутских лагерях. Это, говорит, бесплатно дает. Огромно вот такие ящики, как у меня стоят, и ящиками все затарено. Дают. Богатая страна, хороший урожай, войны не испытали, все идет на это. И они приобретают много этим. Советские, смотрите, сколько приобретали Кубу, Эфиопию, везде корабли с продуктами, Вьетнам шли. Без этого как? И Господь этим привлекает и к себе. Так что... Ну, это все у нас. События на вчерашний день, таких каких-то событий смертельных не было. Игорь приехал, рассказал, гречка ушла под снег. Сегодня опять снег. Все на этом. Богу нашему слава. Во веки веков. Аминь. Аминь. Субтитры сделал DimaTorzok. Продолжение следует...